Традиционно попросим вас прокомментировать прошедшую матч, поделиться своими эмоциями и впечатлениями, а потом будут вопросы. Я думаю, что наше дело играть, а ваше комментировать журналистов. Я только могу сказать, что счет не по игре. Результат всегда сэкономерен, но счет такой крупный, какого не должно было быть счета. Пожалуйста, вопросы. А почему такой счет получился? Это везение на ваш взгляд или какие-то просчеты в конце устали? И то, и другое. Я бы не сказал, что устали. Мы боролись за инициативу и на протяжении всего матча ее не отдавали. Я считаю, что на каждую атаку хозяев мы отвечали своим контр-выбором. Думаю, что мы действовали тактически правильно, не дали завязать хозяевам комбинационную игру. Но два стандарта невнимательности или чем это объяснить, что в столбнике защитники застывают, когда нам забивают со стандартных положений. А второй мяч, выход из обороны, мяч у нас вдруг неточная передача на выходе, она всегда смертельная. То есть это разъедяйство. Или чем объяснить, не знаю. Как наказать команду, отдать мяч уже намного при выходе из обороны. Вот это. Хозяев футболистов опытные, они воспользуются. Скажите, а какие цели Тюмень ставится перед собой на оставшиеся ответственные чемпионаты? У нас задача руководства клуба поставлена войти в десятку. Эту задачу мы не выполнять. Ну, сначала мне хотелось бы поздравить всех болельщиков, всех представителей, всех массовой информации, футболистов нашей команды и команды соперника с возобновлением чемпионата России в футбольной национальной лиге. И поздравить всех с победой. Что касаемо победы, считаю, что абсолютно заслуженная, закономерная победа. Мы на протяжении практически всего матча имели территориальное игровое преимущество. Зная команду Тюмень, изучая ее, играли мы с ней на кубке ФНЛ. ФНЛ, зная ее состав, зная особенности игры. Мы предполагали, что игра, они будут играть вторым номером, чисто от обороны, уповать на быстрые атаки. И стандартное положение, имея в своем распоряжении двух высокорослых центральных защитников, Куликова и Локтионова, плюс игрок штрафной площади центральной нападающей Мамтов. Вот в этом была угроза их все. Ну, благо то, что справились мы, быстрых атак у них не получилось, организованно сыграли. По первому тайму, может, не совсем убедительно мы, как нам хотелось бы, выглядели. Связано это с тем, что наши два крайних полузащитника, Альшин и Турик, немножко неправильно сыграли при развитии атаки и подключения фланговых игроков. Они должны были заужать, смещаться сюда в центральную часть поля и создавать численное преимущество в центре поля. Ну и по первому тайму было много потерь технического брака вот именно в средней части поля. И претензии у меня были в перерыве, я высказал это все по реализации тех моментов, которые мы создали. Считаю, что в первом тайме оба момента с участием Бирюкова и Касьяна выхода один на один и того и другого должны были заканчиваться взятием на руку. Ну, сказалось, наверное, может быть волнение, может быть, ну, в большей степени, наверное, уровень технического исполнения. Так, я доволен результатом и игрой команды. Пожалуйста, вопросы. Как вам новички? Ну, новички... Осипенко, помимо того, что команда на ноль сыграла в центральной защите, еще и мяч забил со стандарта. В принципе, мы наигрывали, там блок ставился ему, и он забивал мяч. Значит, что касаемо Мустафаева, вообще считаю, что вышел он очень хорошо, стройность тут соблюдался. Сказалось, наверное, немножко, сказалось, такое количество зрителей, наверное, вот впервые я выходил при таком стечении народа. Витя Луан немножко в этих моментах чуть-чуть как-то растерялся, все. Ну, в принципе, старался, думаю, что это дело на живом уровне. В принципе, я всеми новичками доволен. Ну, Виталик Миличенко отыграл на ноль. Такой особой какой-то работы у него не было, что... Ну, достаточно уверенно провел игру, руководил обороной, вводил мяч, все, на должном уровне. Всеми новичкам я доволен. Довольно физическое состояние у своих команд. Вот три гол забили его во второй части. Ну, получается так, логично, если рассуждать, да, то прибавили мы в движении, в скорости прибавили, прибавили все. И в этом компоненте мы получили преимущество. Но я бы не сказал, что на все 100% команда готова на данный момент. И, наверное, это было не совсем правильно подводить, что команда сейчас первого тура побежит и все. Тот объем двигательной активности, который необходим для положительного результата, и он сегодня это подтвердил, и подтвердил то, что, радует то, что команда, скажем так, вкатываясь в чемпионат, вкатываясь в чемпионат, по ходу второго тайма прибавила, когда необходимость в этом... Значит, запас прочности есть. Есть, еще не хватает где-то легкости, вот именно скоростных действий, быстро атаки. Ну, это дело наживное, я думаю, 3-4 тура, и команда вкатится. А замена Мульнина связана с усталостью была или в какой-то теоретической постановке? Ну, здесь уже мы повели в счете, и все. И Андрей не так силен, он в оборонительных действиях, имея уже преимущество в счете. Но он немножко и подустал, и здесь в плане оборонительных действий Мустафаев более продуктивно работает в этом компоненте. И связано было с тем, чтобы здесь центральную часть поля закрыть, и выход его, я скажу, положительно сказался на действия команды Мустафаев. Сегодня для факела высокий пресс, по большому счету, так и не получилось. То есть Тюмень спокойно разорвала мяч на своей половине поля, спокойно переходила в центр. Это с проблемой физики связано, вот о чем вы сейчас говорили. Ну, здесь в комплексе нужно рассматривать, и я с вами абсолютно согласен, что задание было, в случае того, что центральные защитники начинают развитие атаки за счет длинного пасса, минуя среднюю часть поля, на мампу туда, и крайние полузащитники на подборе работают у них. И задание было дано прессинговать, прессинговать высокий прессинг, дабы поставить их, заставить развивать атаку, ну, позиционную атаку загнать их, не в быстро, чтобы не поймали они нам в этом компоненте. Где-то не хватило нам, ну, я бы не сказал физики, а не хватило стройности, потому что шли несинхронно в отбор. Нападающие, игроки средней линии, когда должны были накрывать ближних, по первому тайму, да, этого не было. На втором тайме как-то перестроили, как-то действовали, что-то какие-то указания были, перерывы, что-то как-то... Ну, указания были, в первую очередь, я сказал, что я не совсем доволен действиями конструктивными действиями средней линии поля, особенно двум крайним полузащитниками, Турику и Альшнур, замечание, они при развитии атаки, при развитии атаки должны были принимать мяч между линиями, между линией обороны и средней линией, вот в этих двух, в этой зоне, две зоны было, и слева, и справа, они играли 4-1, 4-1, Чудин, центрального опорного полузащитника у них играл, и 4 защитника. И вот здесь между линией, средней линией, линией обороны и Чудином, вот слева и справа, Альшин и Турик должны были использовать эти зоны и разгонять атаку. По первому тайму было мало таких эпизодов, если Леша там в первом тайме два раза обострял ситуацию, простреливал, то у Альшина и потери мяча было много, и были внесены коррективы, дано задание вот именно здесь, и разогнать центральную частью поля атаку. И помню, поле сегодня не мешало? Хотел бы, спасибо за вопрос, хотел бы поблагодарить всех сотрудников стадиона, все, они сделали просто праздник для болельщиков. Почему праздник? Потому что качественно, очень качественно мы подготовили поле, и ребята, и все руководство, мы были просто удивлены, что в таком отличном состоянии на тот временной отрезок года, который есть на сегодня. И поэтому и праздник футбола удался, что играли в футбол, не мучились, достаточно хорошего качества поля, и благодарность от ребят и от руководства за подготовку поля. А в первом тайме иногда казалось, что никак не мог приноровиться газон, то передача и недодача были, то наоборот, слишком сильно, только как скупы не могли привыкнуть. Ну, я с вами согласен, потому что мы тренировались, последний сбор у нас в Невуке был, там качество поля было совсем, скажем, мягко так, не очень хорошего качества, вязкое, мокрое, практически там участки были отсутствия травы, трава ниже намного, и переход, мы провели вчера только одну предыгровую коробку 35-минутную разминку здесь, на этом поле. И поэтому, конечно, требует время для адаптации определенное. Как вы будете адаптироваться к игре на другом конце страны, вот через 4 дня, пока этот 7-дневный цикл не устоит? Ну, у нас очень, очень... У всех команд, но у нас особенно, потому что у нас выезд между двумя домашними играми, у нас выезд на Дальний Восток, это вояж не из легких, скажем так, в плане подготовки, конечно, будет огромная проблема. Сейчас вот мы едем на базу, ребята будут восстанавливаться, завтра восстановительная тренировка, тот, кто в полном объеме не был задействован или вообще не был задействован в этой игре, полноценную тренировку завтра проведут. И послезавтра мы тренируемся, остаемся на базе и рано утром мы вылетаем в Москву. Вылетаем в Москву, 5 часов в аэропорту, ожидание пересадки на рейс на Владивосток. В ночь вылетаем мы туда, утром в 3 часа ночи мы прилетаем по Москве туда. В 3 часа ночи прилетаем. Пока доберемся до отеля, ну, часа 4, наверное, будет. И в 12 часов у нас игра уже. В 12 игра. Отыграем, отыграем. И в ночь опять мы вылетаем в Москву и оттуда на автобусе возвращаемся из Москвы сюда, потому что там стыковки рейса нет. И только поздно вечером рейс там, все, там смысла нет в аэропорту опять сидеть там полдня. Поэтому едем автобусом и через 3 дня у нас игра уже здесь. Сложности огромные в этом плане все. То есть 4 часа приезжаете и в 12 уже играете? Да, в 12 играем, да. Поспят ребята немножко, перекусят и наяву. Другого варианта нет. Почему? Потому что если, ну и заранее мы не можем, если мы завтра, допустим, улетели во Владивосток, да, то мы попали на период акклиматизации. Самое сложное это третий день, когда ты с таким, там сколько, по-моему, 3 или 4 часовых полюса мы меняем, да. Ну, 8 часов разница, 8 часов полет только из Москвы, Владивосток в самолете сидеть. На этом пассивке не было вопросов. Там нельзя было сбежать изначально при формировании всех на календаре от таких вот... Ну, это же не от нас зависит. Это календарь верстается в футбольная национальная лига. И все, нам спустили готовый календарь, все. Нет, ну что бы хотя бы как-то таких перелетов, ну, хотя бы в эстонках, да? Конечно, был бы недельный цикл, это немножко проще. А 3 дня на 4 с таким перелетом в одну сторону и в другую, и туда мы там 5 часов в аэропорту находимся, назад 7 часов в автобусе еще. 8 часов в самолете, 7 часов в автобусе будем из Москвы возвращаться. Зато, наверное, в госпитинской энергию будет так, может, положить. Ну, воскресенье, да. И сейчас, допустим, мы летим туда, луч Владивосток перед нами имеет определенное преимущество, да? Они играли вчера, и у них на день, на сутки больше восстановления. Поэтому здесь, конечно, это тема. Владимир Владимирович, ну, понятно, что то, о чем мы сейчас говорим, это такая тема нечерпаемая. Они, можно говорить, и час, и два, но все-таки вот, и еще раз, если к этой теме с другого духа, то есть все-таки, может быть, хотя бы на уровне вот таких посиделок, типа вот этой сегодняшней, можно говорить о необходимости там какие-то зоны делать, территориально как-то чемпионат делить? Ну, нафига это все? Вот, нужно и деньги полить, и, ну, как мы с ним говорим? Ну, эти разговоры давно ведутся. Я, если вы спрашиваете мое мнение на этот счет, я не сторонник того, что на какие-то зоны делить. Тогда футбол, ну, обеднеет сам футбол. Ну, география, да, география нашей страны такая огромная. А так обеднеет, ну, будут они вариться в Дальний Восток, допустим, и Сибирь. Хотя, там, если брать Дальний Восток, там и Курилы, и Сахалин, там тоже поездки не ближние, даже там, в том регионе, да? А не говоря уже лететь с европейской части. Я не думаю, что это будет выход из положения. Все-таки как-то чемпионат целостный, когда Россия, да, я считаю, что сейчас нормальная система розыгрыша. А это неизбежно, что, ну, каждый год команда из Дальнего Востока какая-то добавляется, да, Сибирь. Посмотрите, уже, ну, где-то половина команды, это Сибирь и Дальний Восток, да? И каждый год одна команда выходит, все. Другой вопрос, зачем вы знаете, так в сборную никто из ФНЛ практически не выпадает, можно было бы с Патруль? Ну, это разговор давно ведется, и все специалисты, всем говорят об этом, что для команд ФНЛ и ПФЛ переход на эту систему, он губителен. Второй момент, ну, давайте, давайте так, проанализируем ситуацию. Ну, перешли мы, руководствовались чем-то в принятии решений, как те, кто принимал это решение, да? Не профессионалы же принимали, принимали чиновники его, да? Представители клубов, в угоду клубам, топовым клубам команды Премьер-лиги. Ну, перешли мы. Политическое решение. Да, перешли мы, мотивируя то, что под Еврокубки, где наши клубы, все в Еврокубках, на данный момент, где? Нет, участвовали все, да? Все участвовали. Если брать до этого, ну, может, я человек с системы Советского Союза, да? Советский Союз, когда еще был. Кто помоложе, может, не все и знают-то. А в Советском Союзе, когда играли по той системе, да? По той системе. И Еврокубки выигрывали, и Киевская Динамо, и Тбилисская Динамо. Самое интересное, как у Куэфа мы выиграли при Старой системе, извините, это система. Конечно, при Старой системе, абсолютно верно, абсолютно верно. Вопрос сборной вообще не стоял. Выход на чемпионат мира или на чемпионат Европы, если команда не выходила, это из ряда вон выходящий. Я не помню такого в Советском Союзе, что там, может, один раз не попали где-то, да? Там Бельгийцам, по-моему, 4-3 проехали. Не, ну, 70-е, начало 80-е будет про авансы. А здесь после 12 лет вышли на чемпионат мира, все, и все чуть ли не в рамках героизма, что... Ну, это смешно даже. Ну, надо учитывать, видишь, климатические условия нашей страны, географию нашей страны учитывать. Если вы хотите переходить, ну, допустим, вот сейчас сибирские команды, там, Сибирь, Красноярск, ну, у них Манежи, там, Екатеринбург, Манежи. Вы-то сначала создайте инфраструктуру, чтобы люди могли играть в более-менее приемлемых условиях, да? И зрители не сидеть в 30 градусов мороза, да? Ну, наверное, не совсем комфортно. Поэтому здесь нюансов очень много. За корову следите сейчас. Конечно, следу. Я сегодня удалось посмотреть даже перед тем выездом на стадион, игру Урала один тайм. И Дима отдал великолепный пас, проникающий с протоколом в угне, когда первый мяч забивался. И так я с ребятами общаюсь с Урала, они часто мне звонят, практически после каждой игры. Наши, и у них тут. И по отзывам ребят, что Дима очень хорошее впечатление производит. Способен он до сборной насти как-то? Я считаю, что да. Немножко мощей наберет, когда, да, наберет. Чувство уверенности, все. Но я скажу, что он начал чемпионат в две игры. Он обеднюю не испортил. А где-то в каких-то моментах вот его креатив, все это, обувь и видение поля, отдать передачу. Я считаю, что он... А сейчас, когда качество полей будет немножко другое, там, да, к мае месяце, я считаю, что он будет один из открытий чемпионата. Субтитры создавал DimaTorzok